Звук? Раз. Раз, и ты в белом. Привет! Сегодня 17 сентября. Прошло уже две недели школы, значит адаптация закончилась. Все сборы к школе закончились. Можно спокойно сесть, выдохнуть и посмотреть на сладком персике. Сладкие новости с не совсем сладким мной. Поехали! Вице-спикер Госдумы предложил ужесточить правила продажи продуктов с сахаром. Председатель Госдумы Борис Чернышев обратился к Роспотребнадзору. Он предлагает указывать весь объем сахара в продукте. Сейчас реально в составах многих производителей происходит чехарда. Расплодилось очень много заменителей сахара, таких как дестрактозы, левулозы, меласы и так далее. Из-за этого люди потребляют больше сахара, чем нужно. А нужно, кстати, 24 килограмма в год. И это не я сказал, а Минздрав, естественно. Еще Борис предлагает сделать эту информацию более заметной на этикетке. Она должна занимать не менее 25% от лицевой стороны упаковки. Здесь соглашусь, на некоторых товарах даже со стопроцентным зрением хрен что разглядишь. Еще Борис предлагает указать объем и в граммах, и в чайных ложках. Якобы так понятнее. Ну, здесь сами решайте, как вам удобнее. Мне лично удобнее в граммах, потому что все рекомендации потребления считаются именно в них. Западные бренды на кириллице. На полках магазинов начали встречать шауму, персил, фа, съез и так далее на русском языке. Не переживайте, это не подделка с садовода. Просто компания Хенкель, которая производит все эти бренды, отделила свои российские товары. Точнее, активы. Теперь они независимы. А раз они независимы, значит они делают, что хотят. Вот ребята и дорвались до нейминга. Зато теперь мы все будем знать транскрипцию. Россиянам рекомендовали избегать поездок в Германию на автомобилях. Это вообще прикол. Не знаю, слышали вы или нет, но в Германии таможенники изымают автомобили с российскими номерами. Я думаю, что зря мы сюда пришли. Это вообще как? Как же защита частной собственности, защита прав человека и так далее, спросите вы. А я вам отвечу, это запрещенный нынче импорт, как говорят германские таможенники. Там, кстати, список запрещенного импорта не ограничивается только автомобилями. Еще в него входят смартфоны, косметика, драгоценности, чемоданы, фотокамеры, изделия из кожи и меха, внимание, туалетная бумага и так далее. Ну, что я могу сказать? Вот что бывает, когда маргарин в мозгу потек. Если у Монголии монгол, то в Чехии чехол. Тоже факты. Такими темпами и еду запретят ввозить в ЕС, да и в целом как бы приезжать голыми походу. Красное вино затопило улицы в португальском муниципалитете Анадия после взрыва двух резервуаров на местном винном заводе, сообщила радиостанция Радио Ренесценча. Здесь вот можно полюбоваться, как утекают 2,2 миллиона литров вина. Производитель пока не выявил причины аварии, но взял на себя всю ответственность. На самом деле этот случай уже далеко не первый. Каждый год у виноделов где-то что-то прорывает и появляются вот такие вот реки. В прошлом году, помню, в Италии было примерно то же самое. Желаю ребятам удачи, потому что для бизнеса это сильный удар. И надеюсь, европейские виноделы уже сделают наконец выводы, они будут надеяться, что их это не коснется. Может, стоит почаще проверять оборудование, менять расходники, обслуживать и так далее. Это, кстати, и нас тоже, конечно же, касается. Вот так вот, еще раз покажу, выглядят процессы, пущенные на самотек. Пожалуйста, помните об этом. В рестораны White Rabbit Family пришли следователи ФСБ по делу о незаконном сбытии краба. Следствие полагает, что московские рестораторы, в том числе White Rabbit Family, могли приобрести более 8 тонн крабов по фальшивым документам без прохождения ветеринарных и санитарных процедур. Ресторатор Борис Зарьков подтвердил агентству факт проверок. Основатель сети White Rabbit Family опроверг сообщение о проверках ФСБ в его ресторанах. Никакие проверки ФСБ у нас не проводил и не проводит, заявил Зарьков. Следователи ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба, ущерб государству составил около 50 миллионов рублей. В правоохранительных органах уточнили, что проверкам со стороны оперативных сотрудников подверглась сеть заведений известного столичного ресторатора Бориса Зарькова, White Rabbit Family. Ладно, оставим Бориса в покое, сам разберется. Что вообще произошло? По официальной информации состоялся сговор между поставщиками и рестораторами. Произошла крупная поставка краба по поддельным документам без прохождения ветеринарных и санитарных процедур. На самом деле это, ребята, серьезная херня и делать так не надо. Я всегда топлю за бизнес и меня дико напрягает, когда на ровном месте вставляют палки в колеса предпринимателям. Но это не тот случай, потому что такие маневры могут привести к печальным последствиям, отравлением людей или еще хуже. И поэтому я очень сильно надеюсь, что произошла какая-то ошибка. Но если нет, то придется ответить, ребята, как бы я не любил ВРФ. Крабы в России подешевели и стали стоить почти как раки. Краба-стригуна в магазинах можно найти за 500-600 рублей. Однако добытчики крабов жалуются, что россияне все равно их не берут, потому что больше привыкли есть раков. Так, ну, во-первых, я надеюсь, что с этими крабами все в порядке. Во-вторых, 500-600 рублей? Серьезно? Раки? Крабы? Я вообще сплю, что ли, или что? Мы вот живем на Волге, у нас раков ловят. И 500-600 рублей они стоили примерно в прошлом веке, наверное. Вот в прошлый раз, когда я их покупал, ценник был тысяча, полторы, две. И они продаются по размерам, поэтому такой разброс. В общем, надо сегодня заехать глянуть крабов с раками. В смысле, с раками. В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя. Общественники обнаружили в квасе превышение доли алкоголя втрое. И это нарушение в 30% изученных напитков. Какие у нас общественники молодцы, кто бы они ни были. В чем смысл? Вы, наверное, знаете, что квас содержит чуть-чуть алкоголя, потому что это продукт брожения. Но не является алкогольным напитком, потому что проходит по нормативу содержания спирта 1,2%. И как оказалось, у третьей производителей кваса не 1,2%, а целых 3%. И это уже алкогольная продукция. Производители, кстати, в этом вообще не виноваты, потому что квас продолжает настаиваться и бродить уже в магазинах, если его хранить в тепле. В целом, нам, как потребителю, от этого только веселее. Главное, потом не садитесь за руль, но и детям лучше не давать. В Ялте начался ежегодный фестиваль инжира. На Массандровском пляже проходит ежегодный, 11-й по счету фестиваль инжира. Будет длиться до октября. Обожаю фестивали, обожаю инжир. Жалко, что я не в Ялте. Так бы обязательно заглянул. Продукты из России появятся в пяти павильонах Good Food Russia за рубежом. В Саудовской Аравии, ОАЭ, Вьетнаме, Египте и Китае открываются павильоны Good Food Russia. Теперь потребители за рубежом смогут оценить российское мороженое, молочную продукцию, продукты на основе растительного белка, комплекты крабовых конечностей, а также кондитерские изделия и напитки, уточняют авторы. Но хоть поедят нормально, ребята. В Госдуме обсудят стандарт шурумы. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков рассказал, что в начале осенней... Осенней. Осенней. Сессии. В Нижней Палате Парламента состоится круглый стол по безопасному питанию. В том числе обсудим стандарт шурумы, сказал он. Ля шавуха двигается. Ааа, вообще, уже в Госдуме ее обсуждают. На самом деле уже были замечены прецеденты отравления шурумой. Ничего хорошего из этого не происходило. И с этим, конечно же, что-то нужно сделать. Вот и думают ввести ГОСТ. А это отличный инструмент для повышения качества продукции. Так что вполне вероятно, что мы скоро будем есть шаурму по ГОСТ, а не по какому-то там ТУ. Кока-Кола представила газировку, созданную с помощью ИИ. Кому-то не пофиг. Правильно, всем пофиг. Российский ресторан запустил доставку еды на частном самолете. Ресторан Брунелла из нашей любимой Красной Поляны запустил доставку. Кстати, в нем мы еще не были. Но не стоит расстраиваться. Потому что ребята могут прилететь сами. На частном самолете. Вообще без проблем. Оформляешь заказ в Яндекс.Еде и в течение 48 часов шеф-повара из этого ресторана у тебя дома готовят гастрономические чудеса. Ценник, кстати, нормальный. Там что-то в районе 10 миллионов. Вот единственное, меня срок доставки не очень устраивает. Мы-то уже привыкли получать еду через полчаса после оформления заказа. А 48 часов это реально долго. Так что над этим вопросом ребятам стоит еще поработать. Может получится скалабиться с Минобороны. Насколько я знаю, у них вроде как есть аппараты побыстрее, чем обычные самолеты. Металлика выпустила мороженое в форме гитары. Любите рок? Любите Металлику? Любите мороженое? Пожалуйста, наслаждайтесь. Только единственное, оно у нас в стране продаваться не будет. Но нашим производителям никто не запрещает подсмотреть идею. Почему бы, например, не продавать торт в форме фортепиано в честь Чайковского? Или, например, мороженое в форме нагана от Васи Вакуленко? А может быть, пряник в форме календаря от Шуфутинского? Что я там написал? В общем, ждем что-нибудь подобное. Это были все новости на сегодня. 17 сентября, напомню. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Уже началось бабье лето. Можно выйти прогуляться по теплу. Даже поесть еще мороженка на улице. Поэтому не теряйте времени, засиживайтесь дома. Всех обнял. Пока. Ах, да, и подписывайтесь на наш телеграм. В нем что? В нем рецепты. И вообще много всего крутого. Поэтому не пропускайте. Вот где-то здесь, там, телеграм. Вообще все наши каналы. Следите. Если я так сильно понравился, буду появляться Чайл. Чаще. Аривидерчи.